Сеть ВКонтакте отказалась от сотрудничества с Бюро кредитных историй. Сторонам не удалось найти компромисс по защите данных пользователей. Сейчас время вести нет и ко мне присоединяется Виталий Арутюнян. Виталий, приветствую. А как собирались сотрудничать и могут ли теперь выдохнуть обычные пользователи? Анна, здравствуйте. Обычным пользователям теперь не стоит переживать за свои персональные данные. По крайней мере, законно Бюро кредитных историй не сможет анализировать открытые аккаунты соцсети. Но вернусь к этому чуть позже, а пока посмотрим видео от мобильных репортеров. Свалился, как снег на голову, хотя уже снега вокруг точно хватало. Это про парапланириста, который порадовал в кавычках отдыхающих на одном из горнолыжных курортов Мурманской области. Долго парил над уличным кафе, нарезал круги, а затем вдруг резко и на большой скорости пошел на снижение и выбрал весьма странную траекторию. Такую, что уйти от столкновения с туристами просто не мог. Попытался, конечно, увернуться, но все равно протаранил и опрокинул сразу несколько столиков. Хорошо, хоть людей не покалечил. А вот экстрим в исполнении румынского водителя, судя по всему, пьяного. Лихо врезался в ограждение на участке дороги с круговым движением. Да так, что взмыл ввысь, поднял тучу пыли, пролетел несколько метров, а после приземления еще и загорелся. Получилось то еще шоу, зрелищное и эффектное, тут не поспоришь, но потенциально чреватая трагедия. Однако ее, к счастью, не случилось. По крайней мере, о пострадавших в соцсетях не пишут. А вот эти вот парни на несколько секунд разминулись со смертью. Крупно повезло бразильским велосипедистам, которые решили проехать по железнодорожному тоннелю. И явно не думали, что навстречу им может выскочить товарный поезд. Времени на раздумье не было. Один из парней рванул обратно прямо на байке, а второй бросил свой транспорт и спасся бегом. Впрочем, бросил ненадолго, как только состав проследовал дальше по путям, герои в виде вернулись в тот же тоннель и завершили начатое уже без приключений. Целый час потребовался архангельским спасателям на то, чтобы достать лошадь из огромной ямы. Животное угодило в провал грунта прямо на проезжей части. И самостоятельно бы не выбралось, но на помощь подоспели сотрудники МЧС. Во-первых, оградили опасный участок дороги. Во-вторых, придумали, как в такой ситуации можно использовать пожарный рукав. Сделали несколько петель, обвязали коня максимально аккуратно, чтобы его не напугать и не травмировать. А потом коллективными усилиями подняли на поверхность и передали благодарной хозяйке. Начал воспитание столичного локомотива, а подхватили в стену флешмоб в Рунете, запущенный Артемом Шпиньолом. Почеканил перед камерой футбольный мяч в поддержку сборной России в преддверии скорого старта чемпионата мира. И призвал всех присоединиться. Желающих немало. И многие демонстрируют фристайл вполне высокого, можно сказать, даже профессионального уровня. Явно на «ты» самым популярным в мире спортивным снарядом. Хоть на улице, хоть в помещении. Кстати, становятся героями таких роликов и звезды российского шоу-бизнеса. Например, Александр Рева и Михаил Гагустян. Причем первый вообще справляется отличным. А вот у Аделины Сотниковой получилось скорее забавно. Но это и неудивительно. Все-таки на льду ей явно комфортнее и привычнее. Ты не рада уже, молодец. ВКонтакте запретило Национальному бюро кредитных историй использовать данные пользователей. Об этом на своей странице сообщил управляющий директор социальной сети Андрей Рогозов. В своем посте топ-менеджер отметил, что сервису важно защищать информацию своих пользователей. И подчеркнул, соцсеть будет бороться с несанкционированным сбором информации и усложнять доступ к профилям технически и юридически. Также команда ВКонтакте подготовила инструкцию, где напомнила, как управлять приватностью в своем аккаунте. Например, настроить, кто может видеть ваши публикации и какие приложения имеют доступ к странице. Интересно, что в начале апреля в СМИ появилась информация о том, что Mail.ru Group, который ВКонтакте принадлежит, будет сотрудничать с Бюро кредитных историй и открывает доступ к аккаунтам пользователей, чтобы проверять профили заемщиков на платежеспособность. Андрей Рогозов объясняет, действительно соглашение было, но в итоге не смогли договориться. Условия работы Национального бюро кредитных историй не соответствует ценностям ВКонтакте касательно защиты пользовательских данных. Сегодняшним сообщением соцсеть фактически отказалась от дальнейшего сотрудничества с такими компаниями. Причем еще в январе ВКонтакте через суд запретила доступ к аккаунтам компании Double, которая занимается разработкой софта и сбором персональных данных. Основная претензия была в том, что компания попросту продает данные пользователей тем же банкам. ВКонтакте. Самая крупная соцсеть в России и СНГ. ее аудитория 97 миллионов человек в месяц, как сообщает сама соцсеть. Цифра, понятно, привлекательная для финансовых организаций. Впрочем, кредитный скоринг, то есть проверка потенциального заемщика на платежеспособность, надежность и неконфликтность в социальных сетях, явление не новое. Финансовые организации принимают решения, основываясь на данных о человеке, найденных в интернете и в первую очередь в социальных сетях. После нескольких лет экспериментов, скорингом уже пользуются крупнейшие банки. Например, Сбербанк проверяет аккаунты заемщиков с начала этого года. ВТБ объявил, что внедряет новую систему проверки в первом полугодии 2018. В этом году о внедрении цифровой проверки заемщиков объявил ряд других банков, таких как Альфа-банк, Хоум-кредит и Тиняков-банк. Продолжение следует... Продолжение следует...